Не можем не затронуть тему культуры, точнее скандалов в области нашей культуры. И в прошлом выпуске мы объясняли, почему на небослоне нашего отечественного театрального искусства взошла звезда Ольги Бузовой. Напомню, что автором этой идеи является нынешний худруг МХАТа Эдуард Баяков. По образованию он журналист, закончил журфак Воронежского университета по призванию бизнесмен. Он был одним из основателей компании Минотеп. А сейчас он сменил на посту художественного руководителя МХАТа легендарную Татьяну Доронину. И именно Баяков и предложил Бузовой выйти на сцену МХАТа. В связи с этим вот такие, как говорят блогеры, фотожабы теперь бродят в интернете на тему «Бузова вместо Дорониной. Бузова едет во МХАТ» с отсылкой на классику советского кинематографа. Бузова вышла на сцену в спектакле, который рассказывает про юность Сталина. Это вызвало, что вполне логично, целую бурю эмоций. Бузова, конечно же, крупный культурный деятель в истории современной России. Но это не означает, что теперь ей должны быть открыты двери во все театры. Так и Моргенштерн скоро дядю Ваню сыграет на сцене БДТ. Про БДТ это не утверждение, это предположение. И вот наш знаменитый петербургский режиссер, создатель и руководитель театра «Дерево» Антон Адасинский. Первый, кто категорически жестко заявил о своей позиции в этом вопросе. Его мюзикл «Золото», который шел на сцене МХАТа и который так любила детская публика, теперь исчезнет из репертуара театра. Антон заявил о том, что разрывает все свои отношения с руководством МХАТа. Очень большая методологическая ошибка, то, что совершил Эдуард, мой хороший друг и знакомый. Я бы, наверное, не стал бы это делать. У людей должна быть ответственность, куда я полез. Вот я живу в своем мире культуры, но сюда лучше не ходить. Тут свои законы, своя память, свои знания, свое отношение к этому. Если МХАТ залезает в эту территорию, ну, нужно поаккуратнее просто как-то с этим общаться с этой темой. Я бы так сказал. Нельзя вот такие книжки печатать и отдавать людям в руки. Нельзя такие телепередачи снимать там типа «Дом-2», чтобы люди-то видели. Вот за это должны есть ответственность те, кто позволяет это делать. Не исполнитель, это мелочь. Мусор, такая крошка. А вот кто позволяет допускать такие вещи до глаз юноши, до глаз девушек, кто портит воздух этими вещами, кто портит нам души. МХАТ замечательное место, хорошая сцена. Ну что, может, вернется все это на круги своя. И окропим хлорочкой и будем работать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!